На каких условиях сельская молодежь готова жить и работать на родине, а городская поменять прописку? В первую очередь это интересная и хорошо оплачиваемая работа. Герои нашего следующего сюжета пока учатся, но уверены, что их труд будет востребован и вознагражден. Профессию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства нельзя назвать редкой. Уже несколько лет на рынке труда наблюдается спрос на представителей этой профессии. Несмотря на то, что специалистов каждый год выпускается немало. Работать на земле нелегко, здесь нет временного регламента, но если вкладываешь душу, результат налицо. Поэтому все больше становится крупных комплексов и фермерских хозяйств, где всегда нужны профессионалы. Сельское хозяйство становится все актуальнее в наше время. И с детства тоже я был, как бы дружил с техникой, интересовался всем этим. Мне эта специальность по душе. Самое сложное – нужно знать все технологии возделывания каждой культуры, соблюдать все правила обработки почвы, ну, к примеру. Знать хорошо технику при поломке, ну, они, конечно же, будут в ходе работы. Нужно не растеряться, ее устранить. Хочу получить хорошие знания, хорошо окончить учебу. В дальнейшем по этому же профилю найти хорошую работу, ну, и двигаться дальше. Иван Егоров тоже с детства проводил все время с железками. Теперь занимается этим под присмотром педагогов. Мне нравится автотранспорт, ну, и хотел связать свою жизнь с сельскохозяйством. Самое интересное в этой профессии – как работают двигатели, как устроены комбайны, трактора. У современной модификации трактора немало навесного оборудования. Машинист должен разбираться и в этом. Ребята с удовольствием осваивают смежные специальности, чтобы быть универсалами. Немаловажна и материальная сторона вопроса. В сельской местности тракторист может зарабатывать больше, чем в городе директор магазина. Так что не все уезжают из села в город за легким рублем. Бывает и наоборот. Как у этих ребят. Анастасия Алексеева, Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.